всем привет из киева столец украины сегодня 1 июля 2020 года сегодня мы смотрим интереснейшее животное интереснейшее насекомое которое обитает у вас в доме и мало кто его видел мало кто его смотрел под таким увеличением которое мы вам сегодня показывает оставайтесь с нами вы узнаете кто это такой кто же это такой вот маленькая трепещется рядышком с нами похожую на бабочку потому что с такими коротенькими крылышками с длинненькими усиками и коротеньким телом а тут рядышком кто-то такой неподвижный но немножко передвигающийся находится тоже из домашних условий собрал это я на цветах как раз в горшке около цветов лежало много листьев которые были замокшие и стали немножко портятся и вдруг неожиданно на этих цветах начала развиваться вот это создание но здесь она уже вылупилась вылупилась из куколки и открываем вам секрет что это называется муха но муха бабочница почему бабочница потому что здесь вот рядышком ее находится куколка экзувий из которого она вывелась а вот здесь ее другой собрат или сестра это куколка живая с такими интересными рожками это попали из которого видится муха подвижные причем необычные у многих мух пупарий слиты а у этих вот такой интересный активный и подвижным а вот другой экземплярчик вы посмотрите что же это за муха если ее потрогать к сожалению это погибший экземпляр широкие крылья и у этой мухи бабочницы семейства психида у нее очень необычные крылья как вы выяснили куколка подвижная пупарий а вот и сама бабочница хорошо развитая голова с усиками 6 ножек конечно же крылышки действительно напоминают чем-то бабочек потому что они очень сильно опушенные усики многочленистые и мы такие сегментами сегментированные длинные как у многих двух крылах пушистое брюшко недостаточно здесь даже есть еще увеличение но даже солнечный свет не позволяет нам ее сильно слишком увеличить а вот крылья имеет около девяти жилок которые упираются в край крыла и все крыло покрыто большими длинными щетинками щетинками и маленькими чешуйками похоже похожие на бабочка в спокойном состоянии это муха она находится очень интересной форме она обычно быстро бегает по каким-то поверхностям по стенам и и складывает крылышки черепицы черепицы или горизонтально и другое название такое не очень красиво и забавно называется канализационная муха канализационная муха почему потому что она встречается в ванной или в туалете иногда подъедает загнившие листья цветов в ванной она может встретиться потому что есть трубы потому что есть вода в ванной а в туалете потому что тоже есть вода которая выливается может выливаться из труб и быть около труб в туалете чем же питаются личинки этой мухи муха фаре ничем не питается она летает находит только место обитания вот 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 во время движения может быть сейчас мы ее попробуем увеличить все равно мы и вот 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 видим что очень пушистая очень пушистая крылья крылья сейчас побор пробуем еще увеличить это у нас куколка так что большое величие не поставлю теперь слишком маленькая муха муха куда-то делась цикатуха вот он другой экземпляр здесь позитивший экземпляр так это у нас на четверка слишком много так посмотрим кого же мы тут насобирали это синантропный вид потому что он часто встречается в домах и заметить его действительно можно в ванной в туалете потому что появляются вот такие маленькие круглые мушки которые не летают в воздухе что самое интересное а быстро бегают по стенам быстро бегают по стенам чашки для цветов их удалось легко собрать потому что цветок уже подсыхала за неделю где-то листья попавшие листья и там оказались и личинки и уже оказались куколки личинки к сожалению пожаре у нас поджарились за пару часов пока я раздумывал их снимать пока я принес перегрелись и высохли им тут слишком жарко оказалось в контейнере к сожалению они активно двигались эти личинки вот наверху у нас имеются личинки белые с черненькой головой и с длинной вытянутой хвостовой трубкой голова хорошо развита явно есть мандибулы у некоторых личинок мух голова голова вообще отсутствует и они подгрызают подпитываются разным субстратом органическим который встретит себя на пути вот видим здесь множество куколок которые активно двигаются сейчас они конечно немножко перегрелись и помалкивают вот я хочу найти других личинок вот снова видим личинки вот двигается куколка что личинки высохли наверху две белые личинки с более черным хвостовым участком а куколки они все таки сбросили личинке ковую шкурку и куколка она более плотная она не так быстро высыхает личинке нужна все таки вода а куколка может уже выйти из воды и прицепиться и поджидать своего развития для превращения метаморфоза из куколки во взрослые мага вот мы видим куколки и такие выступающие рожки обычно которые используются для дыхания такие дыхательные трубки высовывающиеся в случае чего из воды потому что гусеницы то есть личинки как раз развиваются часто в воде затопленном каком-то органическом субстрате чтобы подышать чтобы куколка не задохнулась во время какого-то перелива воды она высовывает именно свои такие вот интересные рожки вот это все куколки где-то здесь были еще лопнувшие куколки потому что вот здесь наверху будут лопнувшие куколки из которых уже вывелись вот живая двигается активно куколка и вот размер ее легко сопоставим здесь эта семечка в контейнере лежит от кунжута где-то около двух миллиметров даже меньше около полутора миллиметров двух миллиметров потом куколка трескается и выводится взрослые насекомые вот сейчас я сделал большее увеличение на микроскопе с тем чтобы посмотреть таки на мушку которая вот еще живая в нашем зоопарке немножко дергается потому что такая нервная на живой бегающий за ней очень сложно проследить вон там куколка хвостиком двигает а тут мы видим как раз голову и усики такие членистые волосатенькие так двигает ножками а тут главное посмотреть на крылышко вы посмотрите какое крылышко пушистое действительно крылышко очень пушистое вот грудка пушистая у мухи она напоминает чем-то бабочку видите какая пушистая грудка вот усики-усики пошли в контрасте хорошо видны видим пушок пушок на груди вот голова наверху с черными фасеточными глазами с левой стороны эта куколка тут прижимается а вот видим глаза крылышки крылышки покрыты очень длинными волосками вот они как пушок выставляются в разные стороны и они обламываются как чешуйки у бабочек поэтому ее очень сохранить очень сложно если его положить в спирт эти все волоски моментально обламываются и облетают и крылышко становится лысым таким а на самом деле оно вот такое очень хорошо пушистое вот этот вопрос для чего они стали такими интересными бабочницами есть предположение и это вполне вероятно потому что они обитают в таких экстремальных влажных условиях и бабочки залезаются не бабочки а вот бабочницы вот эти мушки иногда их комариками называют залезают самые невероятные места в трубы там где слизь находится где мокрые места куда другие мушки не залезают взрослые особи обычно личинки живут а взрослые особи летают на цветочках а эти залезают в самые труднодоступные места и чтобы не прилипнуть к этим местам имеются такие вот гидрофобные крылья с волосками которые отталкивают просто отталкивают их от воды и от какой-либо слизи позволяют ему держаться и не погибнуть вот вы видите волосатые даже ножки щетинистые вот ножка в щетинках чтобы удержаться тоже на каком-то влажном и скользком мокром субстрате потому что питаются они взрослые особи ничем а личинки питаются различными органическими разлагающимися веществами чаще всего в трубах на растительных остатках в подвалах в канализации недавно называется еще говорю канализационная муха вылупившиеся вот такие вот интересные маги сразу практически после вылупления спариваются потому что момент поиска должен быть очень короток и мага живет даже несколько дней до 10-20 дней считается и можно его увидеть в туалете в ванной бегающими такими нервными бегающими написано в литературе что они плохо летают но повторюсь летают они прекрасным образом своими вот этими крылышками пушистыми поймать ее сложно но они нервные очень быстренько бегают при поднесении руки или какой-то ловушке они так быстренько вспархивают и перебегают передвигаются по поверхности такими перебежками а поймать их можно накрыв обхитрив вот видим волосатое крыло какое прекрасное волосатое интересно необычное крыло пушистое вот здесь практически на жилочках нет перекрестных жилок а имеется до 7-9 линий таких параллельных жилок и по краю крыла тоже есть бахромка вот мы наблюдаем бахромка видите здесь еще более темные волоски это все крыло есть очень неприятный представитель из специального подсемейства флеботамины которые являются опасным насекомым но сами по себе психодиды являются практически безопасными потому что они являются такими детритофагами хотя и некоторые синантропные и личинки питаются слизью и различными микробами но среди вот часто встречающиеся в ванной в туалете или в растительных остатках под растениями вида называется гломия гломия альбипунктата не переносит никаких болезней а вот опасным является подсемейство флеботамины которое распространено в тропиках и другой родственник этой мухи называется из рода флеботомус называются такие песчаные комарики они являются переносчиками лишманий но это в тропических странах так что вот такие пушистые пушистые бабочницы в тропиках не всегда хорошие флеботомус переносит лишмани а другой род секаторакс является тоже похоже с такими же крылышками пушистыми даже переносит маленьких микрофилярий это очень крохотных нематод которых он может заражать человека животных и человека так же как и лишмани является природным очаговым заболеванием от различных грызунов и от животных может передаваться человеку в тропических условиях потому что флеботомус вот он так кусает человека прогрызает кожу и тем самым передает протозо простейших который вызывает лишмани или вот вроде секаторакс даже микрофилярий маленьких нематод но это наши к сожалению бабочницы более безопасные но иногда они вызывают раздражение потому что они бегают вызывают раздражение они какое-то и вызывают беспокойство бороться с ними трудно судя по литературным данным потому что они прячутся все-таки в водных разных субстратах и даже просто поливание для различных труб из чайника кипятком не вызывает всего гибели потому что кто-то да и спрячется или некоторые вылезут и будут в других более спрятавшихся условиях вот сейчас показываю куколок можно обработать разные места инсектицидом считается самым оперативным и доступным возможным убрать пищевой субстрат это просушивание всех труб до трех недель тогда они все полностью исчезнут или промывка труб различными чистящими веществами чистящими пенами промывка труб уборка слизи раздельной органики с труб канализации водопровода наружных части труб они могут быть внутри трубы а могут быть снаружи канализационной трубы или водопроводной трубы или раковины в раковины если забиты в раковине будут скапливаться разные маленькие органические вещества и там будут заводиться мушки которые сначала будут откладывать яйца потом появятся маленькие куколки интересные которые я показываю как я сказал все равно они все-таки не переносит у нас к счастью не к сожалению а к счастью не переносит никаких болезней поэтому бояться их не стоит но если они вызывают раздражение можно поставить ловушки с уксусом или ультрафиолетовые лопушки ловушки липучие потому что они прилетают на свет они раздраженно бегают по стенам когда включаете свет и у них основном ночной образ жизни но на свет на ловушку со светом они будут подлетать тонуть в воде или обжигаться в светоловушке это зависит от того если у вас какое-то влажное слишком место обитания и заведется много вот таких необычных мушек которые будут бегать по стенам они иногда двигают еще крылышками чем легко себя опознают вот такие мушки бабочницы психодиды складывающие крылышки шалашиком холмиком таким кро или еще называется кровлеобразная другие виды вот и являются психода фоланоидес известный такой вид психода альтерната но вообще в мире их до трех тысяч видов и более 110 родов так что определить какой именно вид не так-то просто это может заниматься только специалистом томола но самое главное что к счастью они не переносят каких-то опасных для человека болезней так что спасибо за внимание надеюсь вам было любопытно и интересно что в вашем доме может жить не только муха дрозофила кухонная муха но даже вот такая канализационная муха и вот такие у нее будут маленькие пупари такие вот беленькие личинки из которых разовьются вот такие пушистые мухи бабочницы если вам понравилось видео ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы если вы хотите определение вашего мушки то ее нужно поймать в пробирочку в баночку в спирт и передать для определения в наш институт или другим энтомологом которые может быть ближе к вам находится по месту жительства и только тогда можно определить потому что просто по описанию по словам кто-то у нас бегает кто-то прыгает сложно сказать обязательно нужно зафиксировать или сухой экземпляр в пробирочке в коробочке положить на ватку на фильтровальную бумагу и положить в коробочку чтобы высохла насекомое или много насекомых и в такой коробочке можно ее прислать нам на определение и будет ясно кто это такой но вот такие мухи бабочницы они не опасны если вам понравилось можете зайти на мой страницу мою страницу в патреоне и выразить вашу благодарность будет приятно будет видно наша обратная связь и напишите в комментариях видели ли вы таких забавных мушек нервных вот такие которые машут крылышками и бегают по стенам они летают в воздухе и вот так вот нервно-нервно так вот перебирают лапками как вот эта мушка которая у нас в контейнере надеюсь они еще тут выведутся может быть их будет много но придется их заснять засушенным потому что за живыми их угнаться невозможно они все бы тут в полсекунды вылетели бы из этого контейнера только вот одна немножко зажарившаяся мушка осталась пока-пока подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии заходите на патреон пока-пока и пока-пока не забывайте подписывайтесь на канал